Всем доброе утро! Этот день вместе с вами начинаю я, Антон Скаль, и сразу к выпуску. Туроператоры Казахстана намерены продвигать турпродукты Алтайского окра. Это стало известно во время информационного тура, где представители республики посетили наш регион. Гостям презентовали туристко-рекреационный потенциал края, рассказали о масштабных событиях в сфере туризма, пакетных турах, лечебно-оздоровительных программах. Туроператоры Республики Казахстан договорились о сотрудничестве с Алтайской региональной ассоциацией туризма, коллегами, представителями санаториев и средств размещения. Они намерены продвигать турпродукты Алтайского окра и санаторно-курортное лечение на внутреннем рынке. Любовь к родине они выражают с помощью музыки. Второй сибирский фестиваль детской патриотической песни «Офицеры России» прошел в Белокурихе. Его цель – развитие молодежного патриотического движения. Мы же говорим не о будущем города, страны, края через год. Мы думаем о том, что будет через 5, 10 и 15 лет. И если мы сейчас не заложим вот это вот зерно любви к своей отчизне и работы на благо отчизны, то через 15 лет мы получим полностью разваленную страну. А если дети будут вырастать у нас мотивированные, любить свое отечество, работать на благо отечества, защищать свое отечество, то тогда мы с вами можем спать спокойно. В этом году фестиваль собрал больше 500 участников из Алтайского края, Новосибирска и Томская областей, Республики Алтай и Хакасии. В конкурсе участвовали исполнители и детские творческие коллективы общеобразовательных учреждений, центров образования и детского творчества, кадетских корпусов, спортивных и военно-патриотических обществ и других организаций Сибири. Все участники фестиваля получили дипломы, а 11 лучших коллективов выступили на галоконцерте. После их наградили дипломами и ценными подарками. Краевой детский фестиваль волейбола «Здесь зажигают звезды» прошел в Барнауле. В финале выступили 16 лучших команд со всего края. Кто победил, расскажет Ярослав Улымов. 16 сильнейших команд из Барнаула, Биска, Заринска, Рубцовска, Камнянаби, Змениногорского, Ребрихинского и Тальменского районов встретились в финале фестиваля волейбола «Здесь зажигают звезды». Заключительный этап шел два дня в краевой столице на базе Алтайского училища Олимпийского резерва. Коллективы прошли жесткий отбор. На районных этапах за выход в финал боролись 73 команды девушек и юношей 12 и 17 лет. Многие районы, которые участвуют, они не являются корифеями волейбола. Но интерес к тем, что вот эта массовость и можно сформировать сборную, сильнейшие ребятишки у нас участвуют в финале. В этом году особенность какая? Очень хороший подбор игроков. 2007 год мы сейчас просмотрели и с них будем формировать сборную Алтайского края, которые поедут на первенство России. Фестиваль волейбола «Здесь зажигают звезды» проходит при поддержке гранта губернатора. Организаторы соревнований – региональное министерство спорта, краевая федерация волейбола и волейбольный клуб «Алтай». Для некоторых детей соревнования станут началом их профессиональной спортивной карьеры. Входит в состав сборная Алтайского края. Сейчас предстоит соревнование крупного уровня, Сибирский федеральный округ, где мы будем принимать участие. Надеемся, что мы займем первое место и выдвинемся на первенство России, где мы можем ее показать. Лучшими среди девушек 2004-2005 годов рождения стала команда из Заринска – «Заря Алтая». У юношей первое место занял коллектив из Барнаула. Среди 2007-2008 годов рождения девушки из Заринска также взяли золото. В зачете у юношей не было равных команде Рибрихинской спортивной школы. Ярослав Улымов, Дмитрий Козерлыга. Новости. На этом у меня пока все. Прямо сейчас эфир продолжит моя коллега Елена Хорошавцева. Утренний канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова